Уважаемые коллеги, мы начинаем третью секцию нашей конференции в старых традиционных программах каких-то партийных и хозяйственных конференций, которая называлась «Разная». И это «Разная» связано на целую историю. До перерыва мы заглянули в прекрасное светлое будущее по дороге Крапсу, социализм 20. У нас прямо слово футурология. Теперь в ближайшие два часа мы потратим на взгляды недалеко или далеко назад и попробуем сделать какие-то выводы. А начнем с презентации. Это книги Александра Станкевича «Государственный рынок. Краткая история». Книжка вышла в 2017 году. Да. Прошу. Спасибо. Я хочу представить книгу, которая вышла в свет в 2017 году. Она называется «Государственный рынок. Краткая история». Но история не как сухое перечисление дат и фактов, а как метод. Метод, который я использую для того, чтобы понять и ответить на вопрос, что же такое институт государства как таковой и что такое свободный рынок. Книга поделена на две примерно равные части. Одна часть посвящена государству, вторая, соответственно, свободному обмену. Свободный обмен и свободный рынок я, в принципе, отождествляет как одинаковые понятия по смыслу. И в конце – общающий вывод. Значит, идеи две в книге. В книге положено две идеи. Значит, в первой части, которая посвящена государству, идея такова, что государство исторически в ходе эволюции человеческих институтов является само по себе минархией, то есть минимальным государством, которое выполняло сотню лет только очень ограниченный набор функций, а именно защиту жизни и собственности граждан, подданных и судов. И все остальные функции, которые мы сегодня видим, выполняют государство, кроме этих функций охранника и судьи, на протяжении тысяч лет выполняли совершенно другие силы, а именно социальные власти, религиозные институты, общины, ну, любая форма самоуправления. Значит, и в ходе истории произошло так, что идея государства, то есть оригинальная, скажем так, идея, исканная идея государства минархии была искажена. Я обозначаю время этого искажения 16 веком, то есть эпоха реформации. Произошло это, в принципе, ненамеренно, никто не намеревался сознательно искажать идею института государства. Это произошло, можно сказать, случайно, а именно тогда, когда государство, институт государства смог прорвать те рамки, которые его прежде ограничивали выше обозначенными функциями. То есть ограничения эти были представлены в виде многочисленных социальных властей, в виде религиозных институтов и в виде родовой знати. Почему так произошло? Потому что государство в ходе секуляризации церковного богатства земель, которые были, действительно, очень внушительными, стало очень могущественным, получило огромный запас благ, которые позволило государству, значит, в первую очередь, преодолеть сопротивление родовой знати, и раздать эти богатства за лояльность, служивые знати, из которых потом появилась бюрократия, и занять место религиозных институтов и социальных и выполнять их функции. Так появился абсолютизм, который впоследствии в ходе сопротивления абсолютистской власти монахов подвергся, скажем так, демократизации. И в ходе демократизации возникла всеобщесть убирательного права, которое в итоге, в конечном итоге, привело институт государства к современному облику, то есть государство всеобщее благосостояние, или вылазвенное государство, или большое государство, так мы его сегодня называем. Вторая часть книги, идея второй части книги заключается в том, что свободный обмен, или свободный рынок, не является доктриной, не является какой-то идеологией. Свободный обмен – это абсолютно естественное свойство каждому человеку поведения, которое заключается в том, что человек, любой человек, стремится к обмену благами себе подобными, к обмену духовными благами, к обмену материальными благами, и при этом в ходе этого обмена он преследует свои личные цели, выгодные. При этом человек, с которым он вступает в такие отношения обмена, в свою очередь, так же следует абсолютно той же цели, собственной любви. В итоге свободный обмен приводит к тому, что оба достигают свои цели, и в общем счете благосостояние растет. Отсюда мы можем сделать важный вывод, что вмешательство государства в процессе обмена является в некотором роде даже аморальным и безнравственным, поскольку препятствует человеку реализовать свою природу. Абсолютно естественное поведение. Конечно, свободный обмен невозможно описать, как обычно, историю какого-то конкретного государства, идеи, но можно выделить следующие вещи. Во-первых, обозначить те моменты, когда свободному обмену совершались всяческие препятствия со стороны института государства, на протяжении истории их было очень много, я начинаю с самой глубокой древности и заканчиваю современностью. И обозначить моменты, когда свободный обмен чувствовал себя, ну скажем так, благоприятнее всего, когда условия для свободного обмена были наиболее благоприятными. И очень важное значение я выделяю технологиям, а конкретно двух видов технологий. То есть технологии передачи информации, которые развивались в глубокой древности, начиная с изобретения письменности и заканчивая телеграфом, радио, телефоном, современными технологиями интернета, спутником, телевидением и так далее. То есть теми вещами, которые позволяли людям, обменивающимся между собой, передавать информацию и узнавать новую информацию все более и более сжатые сроки, в краткие сроки и более экономно. И второй вид таких технологий – это технологии перемещения товаров, технологии передвижения товаров и людей. То есть начиная от самой древней технологии изобретения колеса и заканчивая пароходами, кораблями различных типов, самолетами, автомобилями, грузовими, машинами и так далее. То есть теми вещами, теми изобретениями, которые сокращали время обмена и удешевляли его, снижали издержки обмена. В принципе, итог, который следует после этих двух частей, достаточно оптимистичный. Я оптимистично смотрю на будущее, поскольку считаю, что государство, большое государство со временем, оно терпит глубокий кризис. И в будущем нас ждет, скорее, его ослабление и отход на задний план, и передача его полномочий, функций, которые он сейчас выполняет, снова тем социальным властям, самоуправлением и так далее. То есть, например, корпорациям, компаниям, религиозным дискутам, неправительственным, общественным организациям. В то время как государство будет слабее и слабее, и будет играть все меньшую и меньшую роль в нашей жизни. Такой вот оптимистичный итог. И, в принципе, я могу рекомендовать свою книгу всем. То есть она написана достаточно просто. Особенно она полезна будет людям, которые только начинают знакомиться с австрийской экономической школой и с проблематикой большого государства, потому что в книге я даю определение и рассказываю о хензианстве, об экономическом цикле достаточно кратко. То есть человек может узнать об этом что-то такое. Показываю, что государство, оно не всегда будет таким, как оно есть сегодня, и что оно не должно быть таким, что нормальная ситуация – это, скорее, когда государство маленькое, ограниченное, а никогда оно огромное, и решает абсолютно все вопросы. Но я думаю, что и продвинутые, и много хорошо разбирающих тем также найдут в этой книге много интересных фактов исторических. Я постарался снаркнуть интересные детальные повествования, поэтому могу рекомендовать ее всем. Спасибо. Я думаю, что государство сейчас положил мнение администрации, и это все меняется в социальные институты. Как вы считаете, в России этот процесс происходит? Или там частично, или если да, то почему? Конечно, происходит. И это, конечно, процесс не одного дня, не одного года. То есть это может растянуть на десятилетие. Ну, очевидно, что Россия те же самые, она стоит перед тем же выбором, что и государство на Западе, в Азии. То есть это очередный кризис в социалке, то есть в социальной системе, с которым государство не знает абсолютно, как справиться. Но, что интересно, уже есть какие-то намеки на то, чтобы людей стимулировать на частные пенсионные накопления, например, на то, чтобы меньшая зависимость была людей от государственных социалов. Я уже вижу в этом то, что государство отступает. Немножко, конечно, пока что такие признаки отступления идут, но они есть. Очевидно, что и россияне за 20 с лишним лет, по крайней мере, информационной свободы, также многие изменили свои мнения. То, что невозможно было раньше, возможно, сейчас стало обсуждение той же самой экономики. Австрийская экономическая школа постепенно также интересует людей. Этот спрос очевиден. И с удовлетворением этого спроса, с посвящением людей, люди все меньше и меньше будут видеть потребность государства, которая очевидным образом, совершенно очевидным, не справляется со своими задачами, которые она на себя навалила. И я, по-моему, самому тоже пытаюсь как-то переложить эти задачи на общество. Спасибо. Спасибо. Меня особенно заинтересовал момент, когда Вы говорите об аварийце государства и сказали, что такое случайность, скорее всего, создает государство после протестантизма и в связи с секуляризацией. Примерно так было сказано. Но вот здесь возникает такой вопрос. Скажем, в Афрации установлено самое сильное абстратистическое государство, обладающие наибольшими ресурсами, особенно времена предыдущего 14-го. Но Франц осталась католическая скорость. В общем, там не было серьезного изъятия собственности и региозных организаций. А самое известное изъятие собственности было в Англии, для Миногенных, восьмого. И в Англии, в общем, он с людьми не сложился. Как Вы объясняете этот скану Федоровна? Ну, я в книге этот вопрос рассматриваю. Во-первых, я там и убью, ну, то, что процессы, которые впервые начались в странах победившего протестантизма, скажем так, то есть процессы секуляризации, они показали плохой пример и католическому страну. То есть они пошли как взрывная волна и перекинулись на католические страны. И, в принципе, иного пути института государства в этих странах католических уже не видели, поскольку, когда рядом с тобой находится сосед, который может позволить себе огромную армию, может позволить себе даже призывать рекрутов, то ничего другого королям католических государств не оставалось. Тут важно отметить, что даже до 14-го он не имел таких больших полномочий. Например, он для того, чтобы... Он не мог набирать в армию, не мог призывать людей в армию. Он для того, чтобы ему хватило денег на ведение войны продал даже свое столовое серебро. То есть очевидно, что его власть не была настолько большая, в то время как, например, Гетник VIII, насколько я помню, смог казнить 75 тысяч человек, что ли, погибло во время его правления, несогласных с ним. Возможно, абсолютизма в Англии не установилось, но установился парламентский абсолютизм. То есть я не считаю, что в Англии была система более свободна, чем Европа. Там были свои нюансы. И там был сильный профессионализм. Там были крупные компании, которые были связаны с государством. Непосредственно даже, можно сказать, созданы государством. Первый прообраз Центрального банка тоже появился там же, в конце 17-го века. Многие вещи, то есть очевидным образом указывают на то, что в Англии процессы шли совсем не в сторону свободы. Ну и, конечно, и в католических государствах также шли процессы в сторону анатасизма и абсолютизма. Дальше Сима. Спасибо. И последний вопрос. У меня вопрос в сторону такого исторического характера. Насколько правомерно в исторической перспективе разделять государства и религиозные институты, учитывая, что первые государства в основном носили теократический характер? И сделать вывод о том, что изначальные государства будут минималисты? Ну, можно ли назвать, скажем, древнеегипетическое государство? Ведь Китайская и Римская империя в времена там доминара минималистами? Да, конечно. Я считаю, что вполне правомерно, потому что государство, ну, если мы говорим, что институт государства, это в первую очередь защита жизни и собственности граждан и судьи, то это, если вычиняется отсюда что-то конкретное, то это власть военачальника. Власть военачальника, она появилась еще в самое-самое древнее время. И она не долгое время, можно сказать, до искажения идеи государства, она не перекрытывалась с религиозной властью. То есть религиозная власть, она существовала отдельно, она была сильная. Она в отдельных обществах была достаточно сильная, чтобы держать даже светского правителя и военачальника под контролем и оказывать на него влияние. Но они не перемешивались в одно целое. То есть были разделены. Была такая темпура, что это нравится. Это отдельная тема, блядь, вообще дискуссия, все это развилки. Стоит обсуждать специально. Спасибо огромное. Спасибо.